друзья всем привет рад вас слышать итак 7 35 московское время школа благородных программистов владимир языков на связи geekbrains ну что еще можно сказать как настроение поставьте плюсики если меня неплохо слышно как слышно супер-супер друзья расскажите вы из какого города вот насколько помню анастасии я правда помню о москва казани от вижу да у нас на прошлом уроке на вчерашнем круто маленько тоже помню ивана так и ивана тоже помню да айнбург москва энгельс да 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 знакомые лица вот открыт ну что друзья скажите вкратце что вас побудил пойти на вебинар чтобы вы хотели что что для вас интересно то есть если у вас какие-то животрепещущие вопросы так совсем вкратце если есть я с нету ну ничего страшного ну да но не спрашиваю когда именно вас как обычно здесь бывают некоторые то чтобы задержки до задержки гугл хэнграутсет к сожалению стабильная ситуация нечетные пункты причем еще думают программисты показатели программисты стиль жизни как наказание или призвание окей да супер хорошо разберем первые три пятой я еще тупить начинаю лата мне нужно будет проснуться окей 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 итак у нас трансляция будет длиться на в районе часа возможно меньше возможно больше больше сильно вряд ли а вот меньше ну там я не знаю может быть до 45 минут максимум сказать и вот как я и говорил мое моя задача делать каждую трансляцию лучше предыдущих поэтому я стал более внимательно готовиться и надеюсь отдел даром не прошло что же тогда поехали я сейчас покажу экран и мы начнем с трансляции можно транслировать программу он замечательно ну ладно экран покажу поставьте плюсик если мой канвита да 1 проверю если у кого-то качество связи не очень хорошая в плане видео изображение то пожалуйста поставьте нажмите на шестеренку и поставьте там качество 720 тогда у вас все должно быть прекрасно спасибо вот спали к мы встретимся 20000 в том числе ну что окей поехали так наша презентация так школа благородных программистов почему в общем то я все это затеял это продолжение тем уроков этики для современных программистов и я считаю что очень важно поднимать вопросы именно взаимоотношения людей параллельно с тем каким мы с вами компетентно и являемся почему на мой взгляд это важно как-то я раз просматривал статьи у нас там была статья про то что я ильвира мне 22 года я еще программиста и я там цел комментарии в общем девушка была менеджер по персоналу и она искала себя программист но написано это был таким ужасным языком на мой взгляд что очень большое количество людей в сообществе начали поднимать бунт типа женщина о чем-то вообще говоришь что ты делаешь и так далее зачем портишь там сообщество так вот где-то 80 процентов нашего времени уходит на мой взгляд на потенциальные обычные задачи такие как написание кода именно то на что нас нанимать и 20 процентов времени уходит на то как мы общаемся с клиентами как мы общаемся друг с другом как общаемся в команде и это бывает очень ценно и важно тема на мой взгляд такая глубокая можно копать постоянно и я ее то распандрывается нескольких старого поскольку за десять лет опыта в сфере типом если кто не знает можете в профиль зайти посмотреть вот я занимаюсь информационным технологиями я программист десятый год и параллельно с каким-то проектами которые делаю исключительно я бывает что не хватает и я отдаю их другим специалистам часто получается так что не все так гладко как хотелось соответственно у меня есть опыт как разработчик так и менеджер проектов ну и по сути как клиент соответственно могу смотреть нас на ситуации хоть и под своим определенным ракурсом тем не менее с двух сторон и вот я буду рассказывать о том каково это быть тяжело программистом и каково это тяжело быть клиентом и вот где-то в середине как раз появляется на мой взгляд вот это рациональное зерно где два человека друг с другом договариваться а чем лучше на мой взгляд люди договариваться друг с другом тем легче идет процесс работы итак поехали то что мы сегодня с вами обсудим о чем молчат клиенты о чем еще думают программисты это такой считайте рекламный ход из фильмов о чем говорят мужчина о чем еще говорят мужчины так далее ну в данном случае программист показатели взрослости программиста программист стиль жизни как наказание или призвание как научиться читать мысли клиента в данном случае друзья это мои собственные мысли мое собственное видение картины поэтому если у вас будут какие-то свои мысли я буду вам очень благодарен потому что все таки смотреть только с одной стороны был бы не совсем тем более если у вас есть какой-то опыт в разработке я буду вам благодарен если вы поделитесь поехали о чем молчат клиенты на самом деле можно говорить о многих вещах я сосредоточу ваше внимание на так дело касательно человек часов современными фрилансы позволяет нам решать задачи по-разному есть трудозатраты тут часы то есть считается что у каждого программиста есть своя часовая ставка который он работает он ее обозначает там будет допустим вот я стоит 200 рублей в час а я вот 500 рублей в час тогда для клиента это большая боль что такое человека час вообще непонятно то есть допустим нужно поставить счетчик посещение на сайт и программист говорит это будет стоить два часа два человека часа и непонятно на самом деле что в эти часы входят это правда очень тяжелая штука то есть не вопрос человек готов платить просто очень важно понимать какой объем есть много разработчиков которые работают только исключительно в таких вот понятиях человек час человек час удобен потому что недавно допустим я сталкивался с такой ситуации нужно было сделать доработки по сайту там движок систем управления и ну вот у меня честно не хватало времени поэтому я сделал так что начал искать кандидатов среди кандидатов оказалась компания которая сказала окей мы сделаем вам все за два человека часа человек час она стоит две с половиной тысячи рублей и поэтому в общем просто платить нам 5000 так вот в довольно накладной ну считаете в чеке по оплате услуг была указана не услуга а оплата просто двух человек часов что это такой подход позволяет снять себя ответственность то есть вы говорите что я не сделаю вашу задачу за два часа я просто буду работать два часа не факт что сделаю и в общем то так и получилось ребят потом сказали что ой извините мы переоценили свои усилия мы все переоценили свои затраты это вам займет два часа нужно это обсуждать а вот на больший бюджет я просто не был готов ну и соответственно получилось что пришлось часть денег как выводить то есть они сказали половину задачи вам сделали если вы хотите вернуть нашу работу то это один человек и час и вы нам больше уже ничего не должны точнее мы вам больше ничего не должны а иначе соответственно друзья до свидания поэтому человек и час это это хорошая штука действительно очень важный показатель для того чтобы оценить задачу но в каждой придуманные вещи есть свои плюсы есть свои минусы если мы говорим если мы говорим про плюсы человек часов то это соответственно четкость понимания ограничения где тут у нас дешевый программист где у нас дорогой программист также это может быть старшим тогда в качестве минусов соответственно непонимание со стороны клиента сколько же это все дело займет время поэтому вывод здесь достаточно простой если вы планируете как программист работать по какой-то ставке ну там не знаю начать составе 200 рублей если у вас опыта не было никакого часто по сути клиенту очень важно заранее оценить количество времени которые вы потратите на задачу и это было бы честно если вы сказали допустим что ну по трудоемкости там среднем задача займет три часа и после этого соответственно сказать человеку что ваша задача будет стоить 600 рублей все все четко понятно еще даже с этим с учетом этих сроков становится понятно когда задача будет сделано ну допустим там не знаю заменить текст на каком-нибудь сайте или там поменять навигационное меню в мобильном приложении ну например тогда все хорошо то есть клиент получает конкретные сроки клиент получает конкретные деньги и клиент получает понимание о том когда задача будет выполнена вот в таком случае работать с человек часами действительно удобно то есть нам это понимание нужно для внутренней валюты для того чтобы оценивать задачи потому что мы правда сталкиваемся с большим количеством трудностей неясно сколько нужно задачу решать по времени и бывает часто достаточно не очень опытные начинающие программисты или верстальщики и вообще эти штуки с трудом оценивают затраты по задачам то есть обычно получается так что у нас получается срыв по срокам реже срыв по деньгам тем не менее срыв по деньгам обычно получается при сотрудничестве клиента с с компанией потому что компания не работает себе в убыток и поэтому говорят что типа извините мы тут переоценили нужно больше доплатить и правда непонятно сколько стоит интеллектуальный труд чем я хуже или лучше другого программиста ну да у него допустим как бы опыта три года у меня четыре года но он мог сидеть на одном месте на одной точке постоянно и ничего не научиться за эти четыре года а я вот там читал книжки то есть это вот очень условные вещи сравнение того сколько стоит интеллектуальный труд возможно на эту тему мы с вами еще поговорим программист соответственно не всегда в состоянии адекватно оценить ресурсы и поэтому если мы говорим с точки зрения исполнителя то есть с точки зрения программиста или верстальщика бывает важным и полезным сроки завысить в полтора или в два раза чтобы гарантированно уложиться в обозначенные единицы то есть сказали что будет сделано все за два дня соответственно сделали за день потом купите клиенту от этого будет намного легче конечно он увидит двойную денежку но тут уже вопрос честности к вам если вы совсем честный то можете сказать сколько реально у вас заняла задача по времени ну и соответственно пусть клиент оплачивает столько сколько вы работали в любом случае клиент будет доволен потому что он ожидал одно а получил лучше знаете как это демотиватор а точность sky мотиватор только привыкнешь к хорошему а жизнь становится еще лучше вот если у клиента будет такая картинка это будет просто очень замечательно ну и соответственно тот пункт что клиенты без неопределенно сейчас почитаю ваш вопрос на всякий случай и никто не видит ну ладно а что такое почему никто не видит да что это такое сейчас 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 презентация где мы слайд часто видно Ну вот, презентация не работает. Печаль. 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 Отлично. Давайте так еще разок. Вот так. На самом деле мы немного прошли. Давайте быстренько. Вот слайд. А школа благородных программистов. План урок. Понятно, о чем молчат программисты. Тайны двадцатых переворотов. Человек час. Я по поводу этого слайда достаточно долго говорил. И трудности оценки задач. Не ясно, сколько нужно ее решать по времени. Непонятно, сколько стоит интеллектуальный час. Багомист не всегда в состоянии оценить ресурсы. И клиент объясняет неопределенность. Вот те слайды, которые у нас были. Ну вот презентаж. Я потом все равно вам презентацию скину. Потом посмотрите. Дальше. Умные платят, когда за них думают. В чем здесь весь цимис, то бишь суть? Это касается не всех клиентов, не всех в состоянии додуматься, что это хорошо. Но будет шикарно, если за нас будут решать наши проблемы. Представляете, вот действительно, мир современного бизнеса, малого, среднего бизнеса, сталкивается... Это огромное, гигантское количество забот. Если хотите понять, как исполнитель, каково быть предпринимателем, хотя бы чуть-чуть, я рекомендую тогда, это такой экстремальный проект, экстремальное предложение, тем не менее, не все могут справиться. Возьмите себе проектов 10 или 15, вот сразу, одновременно. И, соответственно, на вашу голову станет, на вашу голову посыпется гигантское количество сдач. Я постепенно сейчас перенесу компьютер в комнату, поэтому сейчас, возможно, меня будет немножко по-другому слышно. Итак, значит, у каждого из нас, да, хватает забот. И возьмите себе проектов 15, что получится в итоге. С каждым клиентом нужно будет постоянно обсуждать задачи, не только уточнить, но и постепенно, постепенно, соответственно, спрашивать у него... Сейчас, секунду. Постоянно у него придется спрашивать, собственно, то ли он хотел, а может быть, он хотел чего-то другого, а может быть, еще что-то. И в итоге получается, что очень часто очень много обсуждений, вы реализовали функционал, а клиенту нужно что-то другое, он вам позвонил. И вот в итоге при большом количестве, при большой загрузке получается очень много каких-то задач. А, допустим, вам клиент не заплатил деньги вовремя, соответственно, нужно даботиться еще о деньгах, о деньгах и так далее. И вот если мы говорим про малый или средний бизнес, это получается, что получается большая проблема. У них безумно хватает дел. Вот настолько, что они были бы счастливы, отдать бы вам просто свое владение, сайты или там, я не знаю, мобильное приложение. Пожалуйста, дорабатывайте. Люди вам просто будут благодарны. К чему все это? Будет классно, если вы упакуете проблемы клиента в уже готовые услуги. То есть, условно. Ну, давайте, опять же, с сайтом. Мне просто по поводу них легче говорить, потому что я все-таки львиную долю времени потратил в IT на разработку веб-проектов. Ну, допустим, нужно зарегистрировать хостинг, то есть, то место, где будут у вас находиться сайты. Обычно эта штука регистрируется на паспортные данные клиента. То есть, по идее, клиент может самостоятельно все сделать, самостоятельно зарегистрироваться. Но это тоже боль, потому что личный кабинет регистратора бывает очень неудобным. В принципе, вы можете всегда взять за клиента такую, взять на себя обязанность, зарегистрировать все, что нужно за клиента, взять за это, может быть, какую-то денежку. Но поэтому вы освобождаете человека от необходимости сталкиваться с трудностями. Да, конечно, там не каждый предоставит свой паспортные данные. Но тем не менее, когда мы думаем за человека и понимаем, что ему может пригодиться, и предлагаем это уже в виде услуги, это будет очень здорово. То есть, по сути, любой бизнес... Смотрите, да, еще раз немножко забежим назад, скажем так. Программисты, ну или айтишники, чаще всего работают в двух сферах. Либо они решают чужие проблемы, это, скорее всего, бизнес, бизнес-решения какие-то. Либо эти люди занимаются сферой развлечений. То есть, это рулетки, это, не знаю, игры всевозможные. Так вот, я буду говорить больше за бизнес, потому что в этой сфере ворюсь практически с самого начала. У меня не было толком проектов на реализацию компьютерных игр или чего-то похожего. Ну вот, поэтому во многих ситуациях мы можем решить проблему за клиента, додумать за него, предложить какое-то решение. В общем, ситуаций бывает, правда, очень много. И это не только повышает вашу ценность как специалиста. То есть, вы, получается, упрощаете жизнь человеку. Ну и, соответственно, позволяет облегчить жизнь и вам тоже. Потому что, ну, то есть, вы как специалист растете, и в глазах клиента просто будете незаменимым человеком. Посмотрим пока комментарии, чего у нас тут. Вот, хорошо. Презентация видна. О чем еще думает программист? Легкое вскрытие черепной коробки. Программистам быть выгодно. И я сейчас это говорю вот с полной честностью. То есть, это и кристальщикам быть выгодно, и программистам быть выгодно. Причем вот в таком далеко не всегда даже хорошем контексте. Потому что айтишников не все понимают, чем вообще занимаются айтишники. Что они там делают. Наверное, это какая-то сложная задача и так далее. Плюсы программиста. Вот правда наизнанку. Вот совсем-совсем честно. Мало кто понимает реальный масштаб задачи. Соответственно, можно завышать цены и сроки. Из-за того, что... Давайте смотреть сначала последний пункт. Из-за того, что современный рынок айти. Ну, вот действительно, программистов много, как ни странно. На Geekbrains у нас обучается все больше и больше программистов. Только до сих пор на фрилансе все так же трудно встретить человека. Который в состоянии решить поставленную задачу. Наверное, потому что большая часть хороших кадров, она уже находится в штате. То есть, уже в какую-то компанию устроилась. И, в общем-то, паяться по этому поводу не стоит. Тем не менее. Получается так, что... Как сказать, профессиональных программистов, которые принимают для себя решение работать на фрилансе. Их не так много. Мы знаем, что есть такой язык программирования PHP. И научиться программировать на этом языке не так сложно. Ну, то есть, в смысле, времени занимает это не так много. Для начала. На этом основана самая главная проблема. Очень трудно отличить некачественного программиста. Ну, в смысле, плохого программиста на PHP. От хорошего программиста на PHP. И чаще всего на каких-то небольших проектах клиенты сталкиваются с далеко не всегда добросовестными исполнителями. Я с такой ситуацией сталкивался. Благо, вовремя просек людей. Бывает так, что человек говорит, я вот сделаю вам задачу за два дня. При этом он не имеет опыта. Окей. Ну, то есть, судя по тому, как он говорит, у него опыта не имеется. Ничего в этом страшного, в принципе, нет. Но, тем не менее. Второе. Непонятно, почему именно два дня выбрано в качестве сроков. И нет гарантии, соответственно, выполнения. Вот последний раз был разработчик, который сказал, что он не будет рассказывать, как у него идет ход работы. но при этом готов деньги брать и готов, соответственно, работать. Это, правда, бывает очень сложная ситуация, когда мы, как бы, ну, тяжело так сказать, но, тем не менее, как будто бы лезем в личную жизнь разработчика и спрашиваем, как дела над проектом. И это в крупных компаниях, ну, это нормально, к этому и так уже все привыкли. Но на фрилансе, похоже, такая культура доходит до людей не сразу. И почему это важно для клиента, программисты, ну, не все, конечно. Некоторые вообще не задаются вопросом. Почему важно понимать, в каком статусе, в каком, какой прогресс идет в задаче. Там 50%, 60% или что конкретно сделано. Потому что важно понимать, успеваете ли вы. Потому что все так же современная боль у всех айтишников – это сроки и цена. Соответственно, риск не попасть в бюджет и риск не попасть, не успеть вовремя. Так вот, из-за того, что у нас много программистов и качественных среди единицы, оказывается так, что многие качественные специалисты заняты на большом количестве проектов. И часто очень важно, получается, у этих людей находить какой-то баланс между загрузкой по своим проектам. Иногда бывает, что клиенты просят все сделать уже вчера. И мы сталкиваемся с ситуацией, когда что-то нужно сделать для того, чтобы и сохранить клиента, и, соответственно, клиента сохранить, денежку получить, и при этом распределить себя по нескольким проектам. То есть заняться, допустим, наиболее приоритетным. Пока другой пока еще стоит. И некоторые программисты принимают для себя решение пропасть. Я как бы тут буду с вами честен. Такими вещами сам пользовался иногда. То есть когда просто не всегда отвечаем на вопросы клиентов, ну или отвечаем с запозданием. А потом можно в качестве, не знаю, в качестве отмазки сказать, вот там, не знаю, интернет перестал работать. Или там, я не знаю, что, допустим, сломался компьютер, отдал ему ремонт. Что еще? Ну то есть вот сейчас можно говорить по поводу этой подноготной максимально долго и честно. Или что еще? Не знаю, срочно по семейным вопросам уехал. Или, допустим, в общем, можно придумать столько отмазок на самом деле. Прямо можете составить себе список и потом использовать в будущем. На самом деле не советую, все-таки честность к самим себе – это важная штука. Но тем не менее, когда нет поднимания того, справляетесь ли вы с несколькими проектами или нет, очень важно, соответственно, как-то разруливать этот вопрос. Вот. Что у нас тут? О, отлично. Айтишник – это программист, верстальщик. Да, но это любой человек, который занят в информационных технологиях. Это программист, верстальщик. Что у нас там? Кто еще может быть? В принципе, дизайнеры к айтишникам могут относиться. Ну, частично. Да, веб-дизайн, скорее, интересует или дизайн приложений. Да, спасибо. На Деске есть система, когда клиенты отсылаются скриншоты, работая раз в 5-10 минут. Ну, это хорошая штука. Да. Тем не менее, даже, ну, скажем так, любой человек, особенно русский, всегда найдет обходные пути. Это важно. Кто пришел в фриланс из офиса, для того адекватное общение с заказчиком, от правтоотчетов норма. Да, это правда. Просто таких людей не всегда много бывает. Поэтому, что делать? Ну, то есть, я не так часто сталкиваюсь с людьми, которые прям ответственно готовы подходить к работе. Не знаю, может быть, неправильные задачи ставлю, может быть, что-то еще. Ну, то есть, как бы, я знаю, что сталкиваются с такими проблемами, сталкиваюсь с такими проблемами не я один. Минус программиста глазами заказчика. Сроки качества, трудность понимания языка. Знаете, некоторые айтишники, я сейчас обобщаю, почему айтишники. Ну, потому что, что говорить, программисты, растальщики. Это те люди, которые легче разобраться с проблемой, чем рассказать, в чем причина ее неработоспособности. То есть, сами-то они понимают, в чем там косяк. Но труднее всего это именно объяснить, почему вот эта штука не работает. И еще и человек по понятным языку. Поэтому вопрос взаимопонимания. Тут, давайте, да, язык – это важно. Язык и взаимопонимание – это разные вещи. Язык, на котором общается айтишник, может быть, правда, очень сложным. Поэтому очень важно найти в себе внутреннего переводчика, который будет сложное технически, но понятное уже нам, объяснять на тех понятиях, может быть, аналогиях каких-то, или, как это называется, на метафорах, понятных для, собственно, заказчика. И тогда все становится хорошо. Конечно, в сфере информационных технологий, в крупных компаниях есть бизнес-аналитики, есть технические аналитики, в общем, много дополнительных профессий. Но когда человек на фрилансе сталкивается с разовым заказом, и он один, по сути, является таким многоруким, то очень важно иметь подвязанный язык. Ну, пока не умеет все дело развивать себя. Дальше вопрос взаимопонимания стоит. Как-то так пошло, что большая часть людей, которые заняты в информационных технологиях, являются интровертом, психологией. Ну, то есть, это такие нелюдимые люди. Масло масляное получилось. Короче, ну, не знаю, может, не замкнутые, но люди, которые ориентируются на свои эмоции больше, чем на эмоции окружающих. Соответственно, легче могут о себе много всего рассказать, чем научиться общему языку, какому-то пониманию между собой и клиентом. И с этим связана эта проблема. Соответственно, очень немного есть людей, айтишников, которые любят клиентов, которые внимательно и заботливо относятся к всем таким странностям у людей. Все-таки те люди, которые готовы платить деньги, чаще всего, ну, я не говорю сейчас про каких-то мальчиков-мажоров, чаще всего своим трудом и потом дошли до понимания того, как эти деньги вообще доставать. Каким образом и что нужно сделать. И они бывают очень странные и сложные. Тем не менее, я верю, что практически каждому человеку возможно найти общий подход. Я говорю практически каждому, потому что бывают ситуации, когда действительно с клиентом трудно найти общий язык. Ну, и тут все так же работает фраза, знаете, как в психологии важно найти собственного психолога, так и, наверное, в информационных технологиях важно найти собственного программиста. И по причине того, опять же, очередная проблема минуса программиста с точки зрения заказчика, его трудно заменить. Потому что, опять же, возвращаемся к предыдущему пункту, самый последний, что хороших разработчиков на самом деле не так много. Я верю, я бы хотел на самом деле поменять картинку, что хорошие разработчики, их просто безумное количество. Просто тут важно найти место, в котором они водятся. И я надеюсь, что я с этой задачей справлюсь. Я таки найду для себя те критерии, с помощью которых можно будет поменять вот эту картину миру, что разработчиков на самом деле хороших очень много. Вот. Да, переводить на человеческий. Всегда под рукой должна быть Википедия или друг переводчик. Например, да, да, да. Как вариант. Либо вручную. Тут, кстати, немного слайдов осталось. Дальше. Показатели взрослости программиста. Это то, о чем мы с вами говорили. Это тот пункт, точнее, который у нас следующий по презентации. Это мое личное мнение. Первое. Это, соответственно, ответственность. Ответственность люди понимают немножко иначе. Есть обязательность, есть ответственность. Обязательность, это когда ты говоришь, что сделаешь все к 7.30, ну и делаешь все к 7.30. Или, допустим, к, там, я не знаю, к 8.30. Или там, ну и так далее. Ну, по-всякому бывает. Значит, но если ты не сдержал свое слово, то это вот как раз обязательность. То есть, ты пообещал, но не справился. Это обязательность. Ответственность, это когда ты сделал что-то. Если это сделано не так, то ты отвечаешь за те последствия, которые ты сделал. То есть, получается, что если есть какая-то проблема, то ты ее исправляешь. Например, это твоя ответственность. Там, не знаю. Я вот знаю это... Сейчас. В 2012 году я работал последний раз в офисе. И у нас, до меня, был программист, который каждый раз заканчивал работу ровно в 6 вечера. Соответственно, вне зависимости от того, работал сайт, над которым он занимался, или не работал, он просто уходил в 6 вечера. И были казусы, были курьерные случаи, когда он в пятницу вечером ломал сайт и после этого в 6 часов вечера уходил. Сайт, собственно, не работал в течение выходных. Но его, честно, этот вопрос не волновал. И если мы говорим про ответственных людей, то эта ситуация, когда, допустим, человек сделал ошибку в коде, допустим, и понимает, что от того, что он сделал, зависит, в общем-то, работа клиента. И это понимание, как бы сказать, если оно четкое и явное, что, понимаете, нам деньги платят не просто так, чтобы было понимание. Задача бывает не всегда актуальна. В том плане, что можно там пропасть на месяц, на две недели, на полгода, а потом уже кто-нибудь уже, во-первых, за нас решил задачу, а, возможно, и выполнять эту задачу не нужно. Бывает такая категория клиентов, в котором нужно все сделать срочно. А если срочно не сделать, то, возможно, уже будет и не нужно. Ну, условно, там, клиент сам разберется и так далее. Поэтому, если мы говорим про ответственность, очень важно понимать, собственно, если вы накосячили, я буду говорить нормальными словами, если есть какой-то косяк, то его важно исправить. Но из-за проблем, которые мы делаем в коде, или там ошибки какие-то, верстки делают люди, возникает и чуть большее осложнение в общении с клиентом. Поэтому важно, на мой взгляд, не только исправить проблему, но и дать что-то, что отношение бы улучшило. Соответственно, там, я не знаю, предложить какую-нибудь доработку небольшую за то, что сайт не работал длительное время по нашим проблемам и так далее. Следующий показатель взрослости – это умение понимать чужие интересы. То есть, зачем вообще нужна задача? Умение понять, ну, то есть, условно говоря, нужен сайт. Окей. Зачем нужен сайт? Вот понимание того, что клиент хочет получить. Потому что всегда можно любое решение сделать. Ну, то есть, тут есть техническое задание. Мы взяли по техническому заданию, выполнили проект, ну, не знаю, разработку сайта. А в итоге оказалось, что клиенту нужно было другое. И, соответственно, очень классно, если мы будем понимать, что хочет клиент. Это вопрос длительных обсуждений, длительных бесед. Соответственно, это желание вникнуть в бизнес. А, кстати, бывает очень классно действительно смотреть то, чем занимается клиент. Вот, допустим, у меня один из последних проектов. Ребята в Подмосковье сделали маленький заводик по производству капсул для кофемашин. И, во-первых, за самым процессом производства очень классно наблюдать. Просто можно приехать на экскурсию, они все расскажут. Просто нереально интересно. Ну, и, собственно, сам бизнес интересный. Дальше. Это клиента-ориентированность. Если мы говорим про взрослых, возлюби клиента своего, как самого себя. Действительно, очень важно внимательно относиться к людям. Ну, в целом, это может идти еще и от любви к самому себе. То есть, если мы себя любим, то и других тоже, возможно, любим. Возможно, но хотелось бы надеяться на такое. Умение объяснять понятно и способность переводить все на понятный язык. Это мы, соответственно, уже с вами подняли. Понимание, что любая задача решаема. А вот это тоже очень классный момент. Сейчас легче найти профильного специалиста. Ну, допустим, забавная ситуация. Мне нужно было... У меня был видеоролик. Его нужно было смонтировать. То есть, вырезать нужные участки видео. На определенных моментах. И установить на сайт. Ну, залить, допустим, на YouTube или как-то еще иначе поставить. В общем, любой вариант был нормальный. Так вот. Как ни странно, легче было найти специалиста, который поезжает видео, и второго человека, который поставит его на сайт, чем одного человека, который сделает все вместе. В принципе, ну, казалось бы, ну, скачай программу, обрежь видео, поставь на сайт. В принципе-то укажи свою цену. У меня меньше проблем. Тем не менее, чаще легче найти профильного специалиста, который в своей теме разбирается, чем найти многогрукого специалиста. И вот правда, мне кажется, очень много можно сделать полезного, хорошего, в том числе и в финансовом плане, сказав, что абсолютно любая задача разрешима. Ну, слетал же человек на Луну, слетал человек в космос, пролетел вокруг Земли, создал автомобиль. Почему мы можем говорить, что какая-то задача не решаема? Ну, то есть, допустим, А что, если нужно, ну, например, сделать так, чтобы в браузере была дополнительная кнопка рядом с меню файл? Не вопрос. Как решить задачу? Это самый важный вопрос. Давайте думать не вопросами, я не могу решить эту задачу, или я найду сейчас отмазку, по которой мы не сможем решить эту задачу, а скорее предложить клиенту решение, над которым уже пускай он сам думает. То есть, допустим, мы можем добавить вам этот пунктик в меню вашего браузера, в случае, если мы напишем для вас браузер. Возможно, для вас этот вариант не подойдет, но, тем не менее, такая возможность есть. Это будет долго, это будет дорого, это будет трудно поддерживать, но если вам очень нужно, мы можем сделать. И правда, что-то похожее у меня было на одном из проектов. Условно, есть система управления, у них уже готовый код, и нужно было внести там доработку. И поскольку система управления была облачная, ну, то есть, исходный код, ее править нельзя было, соответственно, я сказал, что окей, мы можем вам полностью с нуля разработать систему для реализации такой возможности. и клиент задумался, потому что, ну, деньги там все равно были серьезные по реализации, потому что с нуля повторить очень многое нужно. И клиент задумался. То есть, далеко не всегда те случаи, когда нам кажется, ну, вот на этот, на этот клиент не согласится, лучше сразу предложить человеку, пускай думает, и просто предложить человеку, что абсолютно все можно решить. Вопрос денег и вопрос сроков. Все. Других вариантов, на мой взгляд, быть не может. Ну, и обязательность. Друзья, каждый из вас, в том числе и я, можем найти здесь свои какие-то недочеты, недостатки, минусы. То есть, нету идеальных разработчиков, нету идеальных айтишников. И это нормально. Я пока посмотрю ваши комментарии. О, круто. Да, 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 да. Супер. Много комментариев, это хорошо. Ага. Да, что ты сейчас делаешь? Супер. Да. Знаете, почему быть круто? Как развить... Да, смотрите. Как развить возможность, это умение понятно объяснять весь материал, стать преподавателем? Собственно, я этим занялся в 2009 году. с 2009 года сначала преподавал школьникам с 7 по 11 классы, ну, а сейчас вот на гиггбрэнсе. И это очень классно. Все по полочкам расставлено, и люди понимают лучше. Поэтому это круто. Угу. Так. Учитесь общаться, все вопросы решаемы. Да, если накосячил, скажи, не укладываешь соки, скажи. Да, да. Супер. Ага. Да, да, друзья. Угу. Да, друзья. Круто. У каждого из нас есть косяки. Можете взять там, допустим, по десятибалльной шкале все у себя оценить и понять, что у вас вот такая-то область развития. Это нормально. Пока мы, как бы, пока мы, пока мы живы, мы будем ошибаться. Это нормально. И знаете, идеальный программист, наверное, это тот, который ничего не делает, потому что нельзя понять, какие у него проблемы. Проблемы разработчика наиболее видны в тот момент, когда он взял на себя много задач. То есть, сразу его работа становится явной. И если у вас нет какого-то конкретного понимания, где у вас какие-то минусы, проблемы, возьмитесь за проекты, начните заниматься в более интенсивном режиме и вперед все вскроется, тайной станет явным. Стиль жизни программиста. Ну, считается из-за того, что, опять же, у нас не хватает кадров, типичный программист, он нужен другим, он Д'Артаньян в информационных технологиях и без него не справится. И я постараюсь приложить максимальное количество усилий с помощью вебинаров, с помощью там уроков, потому что человеческое не отменить, к тому, чтобы поменять подход к современным программистам. Знаете, труднее всего пока сейчас, я не хочу обобщать категорию людей, просто чем старше человек становится, тем больше у него появляется связей, тем больше у него появляется опыта, тем больше у него появляется опыта в общении с людьми. и далеко не всегда этот опыт получается положительным для будущих клиентов. Почему? Он, допустим, привык, что вот если там, не знаю, нагрубить, то к нему меньше вопросов к айтишнику будет и, соответственно, не нужно будет толком там, не знаю, меньше работы, допустим, будет. в работе за фиксированную денежку это бывает полезно. Покричал на людей и они больше не пристают к тебе. Очень хорошо. Может быть, еще месяц можно будет поработать в таком режиме, пока не уволят. Я бы хотел поменять все на следующий подход. К чему хочется прийти? Что все люди взаимозаменяемы. Найти взаимозаменяемого программиста бывает тяжеловато, но возможно. И хочется, чтобы такая картинка была у каждого исполнителя. Ну и, собственно, в том числе и у меня. То есть, если программист косячит, плохо общается, не умеет объяснять, не вопрос, дорогой, мы тебя заменим, никаких трудностей нет. И почему не беспокоятся многие программисты? потому что они всегда себе работу найдут. Это все связано с тем, что, опять же, хороших, ну, просто хоть каких-то разработчиков, их не так много пока. Ну, я нашел, да, я надеюсь, что я найду новых разработчиков, и это будет очень круто. Очень важно, чтобы исполнитель понимал, что сроки, они придуманы не просто так, потому что у самого клиента тоже могут быть какие-то внутренние сроки перед его клиентами, он же не последний заказчик, получается, человеку там какая-то программа нужна для решения его задачи, а его задача, ну, это, скорее всего, бизнес, у бизнеса есть тоже клиенты, соответственно, они тоже не могут ждать до самого последнего момента, и это тоже важно понять, что задача просто перестанет какой-то момент быть актуальной, если полностью задачу ну, как сказать, провалить, в этом случае просто клиенту будет к нашему, да, со стороны его аудитории, будет предвзято отношения, не то, чтобы к нам никогда не обратиться, просто человек подведем, то есть это очень важно понимать, что мы работаем для других людей, потому что у них есть тоже обязательство перед другими людьми, и не знаю, на мой взгляд, это очень важное понимание человеческого понимания, соответственно, если мы хоть что-то подобное, хоть какие-то мысли будем такие держать в голове, это очень сильно позволит наладить отношения с клиентом, на мой взгляд, конечно. если задачу придумали, возможно, она и правда нужна. К чему это? Я правда сталкивался с ситуациями, когда некоторые программисты говорили, что я просто не буду делать эту задачу. или, допустим, вопрос тот же отчетности. То есть, пожалуйста, скажите мне, говорите мне раз в день о том, что вы сделали, и это будет очень здорово. потому что иначе поначалу все-таки лучше держать, на мой взгляд, контроль программистов, контроль рисков на себе. То есть, человек пообещал, что сделать задачу, сайт за два месяца. Хорошо, это не значит, что мы у него спросим все через два месяца. Это значит, что будем иметь контрольные точки для того, чтобы понимать, укладывается ли он срок или нет, чтобы тогда предпринять какие-то действия, потому что через два месяца будет поздно. Поэтому это бывает правда очень полезно, ценно и необходимо. Ну вот, и касательно научиться читать мысли за клиента. Для этого нам потребуется очень многое уточнять, спрашивать, переспрашивать. Нам нужно максимально погрузиться в то, чем занимается клиент. Возможно пойти на производство, если это цех какой-то. Возможно попробовать оказаться с одним пользователем этой услуги. Идеальный момент, идеальный случай, это когда вы делаете то, чем сами пользуетесь. Ну, условно. у вас есть какой-нибудь портал, у меня был случай, я делал портал для психологов, и там любил в свое время писать статьи. Я написал порядка 200, что ли, статьи, не помню. Статьи можете не сказать, что научные были, но тем не менее. Я понимал, что если я сейчас себе же накосячу, это будет худшую проблему. Представьте, если вы будете писать недоделанные программы для телефона, и этими же программами будете сами пользоваться. можно сколько угодно злиться на то, что программа не работает, но ответственность за программу лежит только на вас. Поэтому можете, конечно, злиться на себя, но это ничем не поможет. И вот представьте, что вы будете являться пользователем тех услуг, которые предоставляете. И чем больше вы будете сами пользоваться тем, что вы делаете, тем качественнее будет ваша работа, тем лучше будет ваша работа, тем легче будет предугадать то, что нужно клиенту, потому что все проблемы сразу становятся ясны. Ну и, соответственно, учиться понятно объяснять человеку сложности, пытаться переводить его же язык на свой технический. Это такие общие моменты, которые правда позволяют научиться практически читать мысли за клиента. Ну вот, кажется, и все. Это финальный слайд презентации, который я подготовил. Кажется, что вот как-то так. Давайте посмотрим. Так. Рабочие часы отведенные на работу. Слушайте, у меня получается так, что я просыпаюсь и я работаю. Я заснул и работа закончилась. Поэтому, наверное, у меня пока все рабочие часы, которые есть. Но мне пока так. Или, наверное, вы наверно как будто другого, Так, что у нас тут? Так, сейчас посмотрим. Расскажите, пожалуйста, по своему опыту фрилансера о режиме работы. Понятно, что если что-то горит, то работать нужно над этим до победного. Но в таком режиме даже месяц жить нельзя. Друзья, как-то я сходил на одни бизнес-курсы. Никого не хочу, не буду ничего рекламировать. И заметил, ну, то есть, я раньше работал на одного клиента. У меня был всего один клиент. Это было где-то полтора года назад. Бывало, что там по три-четыре проекта, но это было очень редко. Так вот, я о себе проблем вообще не знал, получал себе там тысяч тридцать в месяц и не паялся. А потом я сходил на бизнес-курсы и узнал, что оказывается очень большому количеству людей нужны какие-то доработки по сайту. Я думаю, ну, хорошо. И в итоге все увязалось в ситуацию, когда я перестал укладываться по срокам, по времени и по сути я работал в течение двух месяцев по сколько, ну, в общем, я спал по четыре-пять часов, все остальное время я работал. и в общем-то сейчас я живу в состоянии, что где-то у меня там пять-шесть часов на сон уходит, а все остальное время я работаю. Вот, допустим, вчера, если мы говорим про Geekbrains, да, я встал в шесть, я заснул в четыре, проснулся в шесть, ну, просто что-то плохо спалось. Подготовил презентацию для вчерашнего вебинара, мы вчера с вами обсуждали вопросы по поводу автоматизации Google календаря, после этого у меня была группа в десять утра, два часа провел с ней, немножко задержался, сходил в магазин, в час, очередная группа до трех, потом работа, ну, и, в общем, я заснул в двенадцать, уже, получается, вот, закончилась работа. То есть, график, на самом деле, каждый выбирает себе самостоятельно. ЗПК, ну, получается, больше 13 часов, да, ну, я делаю перерывы каждый час по 10 минут, ну, минимум, да, есть там перерыв на обед и так далее. Это вот касательно своего опыта работы. Так что, нифига подобного, в таком режиме можно достаточно долгое время жить. Я знаю, у меня бабушка, допустим, она работала заведующей отделения терапевтического, по-моему, для детей. Ну, в общем, она врач. И большую часть, там, лет 15-20, она, там, не знаю, спала по 5-6 часов, и это было нормально. сейчас вот на пенсии отсыпается, и нормально. Делайте какую-нибудь гимнастику. Я на айкидо хожу. то есть, не каждый день, конечно, сейчас. Сейчас из-за того, что у меня получается занятия идут, часто у меня группа идут по вечерам, у меня не всегда получается возможность заниматься, ходить на тренировки, или по утрам, допустим, ходить, да, потому что хочется высыпаться. Но все так же я верю в то, что можно свой график выстроить нормально. Чаще ходить на тренировки. Вот. Так что, вот как-то так. В жизни еще есть семья, да, семья есть, хобби. Ну, хобби я, в общем, музыку люблю, но, к сожалению, мне не всегда хватает времени на то, чтобы играть на гитаре. Вот дома две гитарии есть. Две гитары. И, собственно, Айкидо, вот, черный пояс по Айкидо. Вот. Да, отлично. Касательно глаз, поставьте себе программку, если у вас Windows, называется Chrono Control, Chrono Control бесплатная. Если Mac, то Time Out, а для Linux, не помню, как называется, честно говоря. Поэтому, не помню. Когда загруженность высокая, например, сейчас параллельно веду три мертвых сайта. Свои часы рабочие, отведенные на работу, делю на три части. Во, круто. Угу. Угу. Супер. Супер. Так. Речь о том, что в жизни есть еще много всего интересного, что деньги напрямую не приносят. Знаете, насчет денег. Это вот сейчас не является, прям, лейтмотивом. в том плане, в том плане, что когда-то, да, это было важно, ну, то есть, нужны были определенные деньги для того, чтобы, допустим, оплачивать квартиру съемную. И я, правда, беспокоился, что не смогу их найти. Сейчас этот вопрос не стоит, и в целом, можно заняться душой. Поэтому, сейчас я занимаюсь большим количеством вопросов, потому что меня просто поет от того, что я помогаю людям. Ну, вот как-то так. Да и, в общем-то, честно говоря, я не умею нормально отдыхать. Ну, в смысле, мне очень скучно, когда я там прихожу, ну, кино посмотреть, ну, прикольно, конечно, но, честно говоря, чаще всего, когда я прихожу на какие-то развлечения, у меня складывается впечатление о пустую потраченном время. Ну, там, с человеком побыть, погулять вместе, это круто. Вот. Ну, в общем, нечасто я нахожу для себя какие-то хорошие развлечения. Поэтому, вот как-то так. Почему-то, очень многие программеры боевыми искусствами занимаются. Мне кажется, что не только программисты, все-таки, я считаю, что для айтишника, для человека любого, который сидит очень много в кресле, ну, или просто сидит на стуле, очень важна подвижность. Так что, вот как-то так. Ну, все. Наверное, на этом у нас все, друзья. наша презентация закончилась. Если вы хотите продолжение, кстати, сколько у нас народу? 12 человек. Если вам интересно продолжение, ну, поставьте плюсики, подготовим что-нибудь, и напишите темы, если у вас что-то есть. Ну, то есть, если вы, вы бы хотели что-то разобрать на следующем занятии. Вот, касательно времени с 9 до 18, вот у меня сейчас есть проект с 11 до 3, и он меня больше всего пугает. В том плане, что у меня нет возможности в дневное время выехать навстречу. Так что, вот, это бывает тяжело. Фиксированные часы не очень удобно, легче работать по проекту. То есть, есть какая-то задача, решаем задачу, окей. Ну, окей. Ну, все, тогда я побежал. Все-таки, я рад, что эта трансляция прошла лучше, чем предыдущая. У нас были уроки этики для современных программистов, и там был такой набор, поток мыслей. сейчас я более-менее все структурировал. Ссылочку на презентацию я вам пришлю. Тогда все, всем пока. Всем хорошего дня, и хорошей рабочей недели. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok